Сегодня будем испытывать фигурки, сделанные на 3D принтере из фотополимерной смолы. Мы их проверим огнём, проверим взрывом и наедем на них в машину. На что способна фигурка шибаря? Начинаем распаковку! Открывать его сложно. Пакет очень прочный. Красивая надпись. Пусть маленькие радости делают приятным каждый твой день. Как красиво. Конфетка, которую я сейчас съем. Дополнительная ниточка. Кулончик в виде сердечка. И сама подвеска шибаря. Распаковка закончилась. И сейчас мы будем тестировать все 3 фигурки. Это пойдёт на взрыв. Это пойдёт на огонь. А эту мы раздавим машиной. ТЭТ-ПЕРМЫЙ ОГОНЬ! Подвеску шибарим и будем взрывать супермощной петардой. Соединяем. И у нас получилась заряженная шибарь и подвеска. ТЭТ номер 2. Взрыв. Подвеска шибаря улетела на несколько метров. Вы можете заказать подвеску шибаря, перейдя по ссылке в описании. Вот так вот подвеска шибаря выглядела до взрыва. Всё, что от неё осталось, вы видите на своих экранах. Подвеска шибаря не выдержит взрыв. Но зато мы можем теперь точно сказать, что внутри подвески шибаря полностью заполнена фотополимерной смолой. Что же будет с подвеской, если на неё наедет машина? Поехали узнаем. Испытание колесо. Подведём итоги. Подвеска шибаря была сожжена. И от неё осталось только туловище. Подвеску шибаря мы взорвали. Подвеску шибаря мы переехали автомобилем. Что же из этого следует? Подвеска шибаря красивая и качественная игрушка. Она очень красиво будет смотреться в вашем авто. И интригующе завораживать ваших пассажиров. Но подвеску шибаря нельзя переезжать. Её нельзя взрывать. Её нельзя жечь. Она испортится.